В селе Махмудлу Физулинского района Азербайджана состоялась церемония захоронения останков Аллахвердива Шамистана и Везуглу, ранее считавшегося пропавшим без вести. 18 августа Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан объявила о том, что останки 15 человек, ранее считавшихся пропавшими без вести, идентифицированы. Среди них был и Аллахвердив Шамистана и Везуглу. На прямую связь со студией села Махмудлу выходит мой коллега Самир Кулиев. Здравствуй, Самир, слово тебе. Здравствуйте, Руфат. Как видите, мы находимся сейчас на кладбище села Махмудлу Физулинского района. Буквально только что завершилась церемония погребения останков Аллахвердива Шамсаддина. А Везуглу – это герой Первой Карабахской войны, павший в Физулинском районе. Однако его останки были обнаружены в селе Эдделих Ходжавенского района. Дело в том, что в Ходжавенском районе было обнаружено массовое захоронение тела. Об этом было сообщено еще осенью прошлого года. И на телах и останках погибших были обнаружены следы насилия. Тогда мы об этом сообщали. Буквально в августе уже этого года было сообщено, что большая часть обнаруженных останков была идентифицирована. И она принадлежит, это часть останков 15 погибшим в ходе Первой Карабахской войны. Это 11 военнослужащих и четверо мирных граждан. Среди них был также и Аллахвердив Шамсаддин. Его имя также называлось. Как вы видите, сейчас вот только что завершилась церемония погребения. Здесь находятся сотни людей. Это и представители различных общественных структур и населения, населенного пункта Махмудлу. Также, кроме этого, конечно же, здесь родные, близкие и боевые товарищи. И это все несмотря на довольно дождливую погоду. То есть люди пришли проститься, проводить в последний путь своего героя, героя этого села. Даже если уточнить, то он непосредственно уроженец села Ишиклы Физулинского района. Однако похоронен был на кладбище села Махмудлу, так как именно здесь по, так скажем, распоряжению кабинета министров было определено, что местом захоронения было определено именно кладбище села Махмудлу. Помимо этого, что хотелось бы сказать, то есть 3890 пропавших без вести до сих пор значатся в списке, значилось. 15 человек уже идентифицировано. Идет активная работа над установлением, идентификацией тел и останков других погибших. Для этого, конечно же, нужно активизировать максимальную работу по поиску мест массового захоронения. Но все осложняется тем, что большая часть территорий Карабаха, Карабахского региона Азербайджана до сих пор заминирована. И, конечно же, работе по поиску мест массового захоронения ей предшествует работа по разминированию. Это очень большая проблема, этот минный террор, который Армения устроила в отношении нашего государства. Он все еще продолжается, все еще приходят сообщения о том, что буквально каждый месяц мы слышим о том, что несколько человек, в том числе военнослужащих, подрываются на минах, установленными армянской стороной. И вот, конечно, после уже установления всех мест массового захоронения. Если армянская сторона, конечно же, содействовала бы в этом вопросе, было бы довольно хорошо, но она и этого тоже не делает. То есть она фактически продолжает совершать свое преступление. Тем не менее, конечно же, несмотря на это, Азербайджан своими силами достигнет и в этом вопросе успеха. Со временем предполагается, что большая часть пропавших без вести, их судьбы будут установлены. Для этого проводятся десятки и сотни всевозможных различных экспертиз. У большей части, у 3750 без вести пропавших, у их родственников, это более 11 тысяч человек, взяты образцы и пробы ДНК, для того, чтобы установить, идентифицировать останки погибших, сверить их с этими образцами. Вот эта работа не прекращается ни на минуту со стороны государственной комиссии по делам заложников и без вести пропавших граждан. То есть эта работа со стороны государства постоянно ведется. Вот, как видите, уже похоронная процессия практически уже завершилась. Настрой людей, несмотря на горе, несмотря на печаль, на слезы, оплакивания со стороны родственников, близких, тем не менее, довольно оптимистичны. Люди рады, что вот этот процесс, процесс именно установления личностей без вести пропавших продолжается. И это уже третий случай за последние два дня, когда проходит процесс погребения останков тел погибших. Напомню, в Физулинском районе, в Акстафинском также два героя буквально день и два назад были также захоронены. Мы будем наблюдать дальше за деятельностью государственной комиссии. Конечно же, они тоже держат нас, средства массовой информации, в курсе событий. И будем надеяться, что судьбы остальных без вести пропавших граждан в Первую Карабахскую войну также будут установлены. Руфат, у меня на этом все. Благодарю тебя, Самир. Самир Кулиев был на прямой связи со студией. Субтитры сделал DimaTorzok